Дорогие друзья, дорогие поклонники футбола, любители футбола, продолжаем с вами делать прогнозы на игру номер один в мире. Меня зовут Егор Дергачев, добро пожаловать в мой видеоблог. Что ж, на секунду, не на секунду, даже на несколько дней, на три дня мы забываем о локальных европейских и российском чемпионате и переносимся в различные европейские города, где команды будут играть в матче Лиги Чемпионов. Четвертый тур, половина группового этапа позади и уже после этого матча многие соотношения сил в группах будут понятны. Для ЦСКА, безусловно, важнейший поединок на выезде против Базеля и ситуация такова, что у ЦСКА нет других вариантов, кроме как набирать очки в Швейцарии. Если ЦСКА этого не делает, то о каких-то дальнейших планах, о дальнейших мечтах и борьбу за выход в 1-8 в виде чемпионов можно забыть. Ну а то, как ЦСКА играет в Лиге Европы, мы все прекрасно знаем, да и не о Лиге Европы сегодня речь. Все-таки у армейцев есть шансы зацепиться еще, ну если не за путевку, то действительно еще побороться хотя бы за право выступить в 1-8 в виде чемпионов. Но для этого, подчеркну еще раз, нужно набирать очки в матче с Базелем. Как это ЦСКА будет делать? Наверное, это вопрос не ко мне, а к Виктору Михайловичу Гончаренко. Все-таки игра команды в РФПЛ пока что оставляет крайне много вопросов. Последнее поражение от Тульского Арсенала, чего стоит 1-0. Причем Арсенал действительно был лучше армейцев, причем практически по всем показателям. Базель показал, на что эта команда способна в Москве. Базель не только показал, но и, скажем так, дал ЦСКА документ, примите, распишитесь, вы проиграли. Сумеет ли Виктор Гончаренко изменить игру своей команды за 2 недели от того московского матча к игре в Швейцарии? Хоть очень хочется в это верить. И если обычно я воздерживаюсь от прогнозов на исход конкретного матча, когда мы говорим про российские команды, сейчас я рискну. Я рискну предположить, что ЦСКА не проиграет. Коэффициент 2-0-4 дают букмекеры на это событие. Я рискну сразу по нескольким причинам. С одной стороны, я еще раз подчеркну, этот матч очень-очень важен для ЦСКА. Поражение вычеркивает армейцев из борьбы за дальнейший в этот лифт у чемпионов. И, по сути, там матч с Динфикой будет все решать. Но, во-вторых, когда, когда, как не сейчас, ЦСКА показать свой характер? Неужели первый матч с Динфикой, который армейцы играли на выезде, будет той единственной игрой, когда за армейский клуб действительно нам пришлось порадоваться? Я хочу верить, что это не так. Я хочу верить, что в Швейцарии, как минимум, ЦСКА сыграет ночью. И если вы со мной согласны, или хотя бы из патриотических чувств, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Обязательно добавляйтесь ко мне в друзья и вступайте в мою группу ВКонтакте по ссылочкам, которые вы найдете в описании этого ролика. Ну а также буду ждать ваши варианты ставок и ваши прогнозы на важнейший для ЦСКА поединок с Базелем. Субтитры сделал DimaTorzok